Июнь. Молдова. Чемпионат Европы по армрестлингу. В финальном поединке белорус Виктор Браченя не оставляет шансов представителю Хорватии Луке Дрокону и за доли секунды становится 18-кратным чемпионом. В моей весовой категории было 8 спортсменов. На левую руку в финале боролся с Болгариным, на правую с Хорватом. Это будет повторение прошлогоднего финала чемпионата мира на левую и на правую руку. Это довольно серьезный соперник. Так получилось, что в этом году, наверное, это были за все 23 года выступлений на международных соревнованиях самые легкие соревнования. То есть вообще просто без шансов выиграл. Победа в соревнованиях такого уровня достается ценой упорных тренировок. И Виктор Браченя яркий тому пример. Только сила воли этого успешного сегодня мужчины позволила добиться результатов, которыми гордятся атлеты с мировым именем. И вновь победа серьезная. Из 900 представителей 31 страны Европы Виктор Браченя был единственным, кто приехал из Беларуси. И хотя ему пришлось выступать в нейтральном статусе, говорит, что никакой дискриминации со стороны других участников не было. Наоборот, чувствовалась мощная поддержка. Они хотят сделать, чтобы мы выступали без флага. Но поверьте, все, вот я был единственным представителем, как нейтральным спортсменом. Все подходили, все знали, что я из Беларуси. Даже те, кто не интересуется, политика или что-то еще, все поддерживали, молодец, что приехал, все правильно, нужно доказывать, что спорт не политики. По словам спортсмена, первым, кто его поздравил с победой, стал Анатолий Калинин, посол Беларуси в Молдове. Виктор Браченя признателен и руководству Брестского региона. Только благодаря их поддержке, в том числе и финансовой, становятся возможными это и другие поездки на соревнования. Самое сложное бывает не выиграть медаль, в моем случае, потому что я суперответственно отношусь к подготовке на все 110%. Самое сложное бывает не выиграть медаль, а туда доехать. Это финансы. В прошлом году мне помог облсполком, полностью командировали на чемпионат мира. Также губернатор поддерживает, мне получается, находя спонсоров на подготовку, то есть сейчас лично что-то свои, что-то сам накажу. Вот и облсполком очень здорово Юрий Витольдович поддерживает. И опять тренировки. Виктор Браченя не теряет времени, всегда в форме и всегда в боевом настрое. Уже в середине июля пройдет Кубок мира, а 22 июля на базе Грибного канала Виктор проведет первый турнир на свои призы. Казалось бы, наш земляк сделал прекрасную карьеру, ведь он уже 23 года в спорте высших достижений и к своим 38 годам является 18-кратным чемпионом мира и Европы, 7-кратным победителем Кубка мира, заслуженным мастером спорта страны. Но именно сейчас Виктор Браченя находится на пике своей формы и ставит перед собой новые амбициозные цели. У меня получается 43 медали золотых чемпионата Европы мира, Кубка мира, всего 70. То есть видите пропорцию, что золотых намного больше, то есть слава богу, чем серебряных и бронзовых. То есть сейчас цель стать 20-кратным чемпионом мира, потом довести количество медалей до 100, ну и конечно же хотелось бы 100 золотых медалей.